Здравствуйте! Кто смотрел мой обзор на Мурина, тот уже знает, что меня зовут Артём, что я живу уже в Санкт-Петербурге 10 лет. И эти 10 лет я занимался недвижимостью, начиная от менеджера по продажам новостроек в агентстве и заканчивая директором по продажам строительной компании. И записать это видео меня побудил очередные комментарии на тему Мурина это гетто. Это ужас, ужас. Нужно бежать оттуда и ни в коем случае не покупать. И сегодня мы посмотрим с вами популярные локации, которые Варламов называет там гетто и так далее. И посмотрим, какое место в них занимает Мурина. Итак, как бы я, находясь в такой ситуации, выбирал себе недвижимость? Ну, я бы зашел вот на сайт, который вы видите, и выбрал бы вот здесь все квартиры. И мы сейчас с вами просто посмотрим, как люди оценивают ту или иную локацию, исходя из совокупности всего предложения. Нажимаем кнопку «Показать на сайте». И вот она, наша чудесный, наш Санкт-Петербург. Ну, предварительно рассмотрев все варианты, мы понимаем, что давайте посмотрим так называемый Варламовский гетто. Начнем с всеми нами полюбившейся локации. И это будет не Мурина, это будет бугры. Выделяем бугры. Итак, жмем «Показать список». И теперь здесь жмем сначала «Дешевле». Пишем «Бугры». Смотрим, минимальная цена – 2470. Максимальная цена – 10800. И теперь рассчитываем среднюю цену, как сумму двух крайностей, поделенную на 2. Итак, что мы имеем? Мы имеем 6 635 000. Теперь, чтобы вас не утомлять, я все другие локации сейчас здесь подобью и продолжим. Итак, готово. Я выделил те локации, которые очень популярны у многих приезжающих в Санкт-Петербург. Как с точки зрения покупки, так и с точки зрения аренды. Ну и давайте теперь по средней цене посмотрим, как распределились симпатии жильцов к их районам проживания. Итак, если мы берем Мурина, то Мурина я разделил на две части. Мурина-Север – это все-таки где эти недострои, и Мурина-Юг, где уже более-менее сложившаяся локация. И будем ориентироваться на Мурина-Юг. Вот она, западная Мурина-Юг. Я его выделяю красненьким, чтобы оно было у нас понятно. Итак, Мурина – ужасный ужас. Никогда не приезжайте туда. О том, что Мурина – супер-мега-гетто и ужасный ужас, не согласны во Всеволожске, в Шуршарах, в Новом Горелого, в Янино, в Новой Охте, в Новой Охте с городской пропиской, в Западном Мурина – север, то есть из севера на юг бы переехать, в Мурина – привокзалки, несмотря на то, что там пешая доступность до метро. Но, как мы помним, я рассказывал, там на одноэтажных домах злая собака, видеокамеры, не влезая, убьет и так далее. Видимо, там частный сектор и все-таки привокзальная площадь, она какой-то уровень нервозной обстановки создает. В Буграх, как мы видим, из Бугров бы с удовольствием переехали на привокзалку или в Мурина – север, или в Новую Охту, но вот так вот. Но зато из Бугров в ЖК Новая Мурина никто бы не хотел переехать, лучше уж в Бугры. Медвежий стан, как мы видим, лучше уж в Новом Мурина, чем в Медвежьем стане. Мурина на Лавриках, видите, как бы проживая в Сердлово, это хуже, чем на Лавриках. Но я не знаю, я когда был последний раз, сел в Сердлово, там, особенно вот этот квартал Новая Сердлово, но я, видите, не раздерял, я взял все Сердлово, а потом, может быть, посмотрим. Оставлю это пока так. Да, но вообще, если взять все Сердлово, то Мурина на Лавриках лучше, чем в Сердлово. Вот. Люди из Сердлово захотели бы переехать в Мурино на Лаврики, хотя на Лаврики это самый худший район, на мой взгляд, опять-таки, это, на мой взгляд, самый худший район Мурино. И Мурино усадьба, как мы видим, лучше уж в Сердлово переехать. То есть, вот этот частный микрорайон, который между ЖК и ЖС, который между ЖК Новая Мурино и улицы Центральной, вот, он оказался самый непривлекательный. Привокзалка даже привлекательнее оказалась. Даже Медвежестан, который дальше значительно, он оказался привлекательнее. Чем же, значит, у нас, где же лучше, да? А куда же переехать? Какие же населенные пункты может считать Мурино это гетто? Новая Девяткино, как ни странно. Но, на самом деле, странно. Там ценник значительно ниже, то есть, там где-то 10 миллионов. 15-800. Что у нас дало превышение над западным Мурино? Это наличие малоэтажных больших квартир, которые там сейчас находятся. И я так понимаю, активная их продажа связана с тем, что там ПИК начинает строить свой вот этот вот мега-тессеракт. Квартиры с необычным объемом. А так, порядка 12 миллионов квартиры стоят в Новом Девяткино, что, соответственно, как показывает ситуация, жители Нового Девяткино с удовольствием переехали бы в Западное Мурино. Хотя палка о двух концах, но это транспортная ситуация убивает. Если вот сейчас там согласовали дорогу, в чем, оказывается, затыка была, объездная дорога, а проблема была с тем, что военные не согласовывали, так как по Сервитут, так как по их территории проходила дорога. И я встретил информацию, что будет окружная дорога. И вполне возможно, это на какое-то время решить транспортную доступность. Подумали бы в Новом Девяткино, а я скажу, не решит, потому что сейчас вам там пик забабахает огромный жилой комплекс. И в связи с этим, я думаю, там еще где-нибудь кто-нибудь, и тут еще у нас и ЦДС там на Лавриках, и встретил статью, как отлично строится ЖК Ромашка. Вот, так что не факт. Дальше. Гатчино. Но, опять-таки, Гатчино здесь из-за того, что там некоторые такие элитненькие дома попались. Но, на самом деле, они-то там есть, в Западном Мурино их нет, поэтому в элитненькие-то дома, да, но если, как мы посмотрим, полтора миллиона, самое недорогое, а в Западном Мурино 3200, ну, сами понимаете. Новоселье. Ну, район достаточно благостный, но давайте мы туда съездим. Кудрово. Кудрово у нас за счет того, что там дорогие четырехкомнатные квартиры в ЖК Капитал. Вот, в Западном Мурино такого нет. Ну, не делали. Я не знаю, продадут ли они эти квартиры по такой цене, и кто их там купит, но вот, пожалуйста, да. И Каменка. Каменка, как мы видим, бьет рекорды. 34 900 с видом на лахта-центр тащимся, покупаем. А 19 вот в Каменку бы все люди переехали бы, да, из Западного Мурино. Так что, господа мои, Мурино ни черта, ни гетто. И я не знаю, для чего вы вбиваете людям это в головы, когда существует... А это мы сравнивали еще только ближние районы Санкт-Петербурга. А что уж говорить о дальних? Поэтому вопрос абсолютно закрыт. Но я еще сделал это видео для чего? Для того, чтобы сделать анонс. Те населенные пункты, которые лучше, исходя из этих данных по цене я сделаю обзор по-любому, а вот из этих вовсе я не хочу. Ну, если мы убираем Мурино, пожалуйста, в комментариях напишите, какие вы хотите увидеть локации, вот из этих, которые синеньким цветом я выделил. И я обязательно две, в две, наверное, съезжу. Ну, честно, больше не хочу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Мы все-таки найдем nice place в этом городе. А может быть и в мире, как оно пойдет. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok